Нужен вам зеленый сад? Приезжайте в Экоплант! Всем привет! Это Софья. И в этом видео вы узнаете, как создать малоуходный сад и с какими проблемами вы можете столкнуться. Давайте вместе разбираться, какое именно из декоративных растений более подходит для использования в таких садах. Досмотрите это видео до конца и узнаете плюсы и минусы малоуходного сада и рекомендации по уходу за ним. Сад малого ухода – мечта любого садовода. Для воплощения такой задумки нужен правильный подход и тщательная планировка. Давайте сразу определимся. Сад малого ухода не значит отсутствие ухода за ним. Мы просто стремимся сократить ежедневные или еженедельные временные затраты на его поддержание. Рассмотрим, какие растения не потребуют слишком много времени и сил, но сделают сад красивым местом, где можно отдохнуть. Под эти параметры подходят не все разновидности сада, которые выделяются специалистами. Например, за регулярным садом необходимо ухаживать постоянно, не допускать появления сорняков, а также неправильного роста веток. В противном случае всего лишь за одну неделю он потеряет свой вид. В таком саду обычно растут партерные цветники и газоны. Растут капризные растения. Как бы красивы не были, но живые изгороди и топиарные фигуры требуют постоянной стрижки. Одним словом, такой сад не для ленивых дачников. Любые экзотические направления, помимо времени, требуют еще и финансовых затрат. Немного проще ухаживать за пейзажным садом или кантри. Им свойственна естественность и приближенность к природе. Поэтому цветы и деревья живут сами по себе и практически не требуют участия человека в своей жизни. Здесь нет места экзотическим растениям, которые не приспособлены для местного климата. Конечно же, не существует определенного набора растений, которые обязательно должны быть включены в будущую композицию. В данном случае все зависит от ваших предпочтений. Подписывайтесь на наш канал. Мы создаем крупнейший профессиональный канал садовой тематики в YouTube. Здравствуйте, любители зеленых насаждений. Мы в цветущем саде Экоплант. Здесь можно заблудиться в гуще изумительных растений. Тут и стройная туя, и спелый клён. А вот и мой любимый бонсай. Я вообще поклонник японских садиков. Посмотрите, какой он мягкий. Заказывайте озеленение своего участка в Экоплант. Тут самые ухоженные кустики и изумительная хвойная коллекция. Скидка 70% на весь каталог и ёлочка в подарок к покупке. Ёлочка! Первое. Выбирайте неприхотливые растения, приспособленные к местному климату. Можжевельники, туя западная и все карликовые формы хвойных, они медленно растут и долго сохраняют форму. Также они будут крайне декоративны весь год, не требуя особого ухода. Среди декоративных кустарников очень много совершенно неприхотливых, которым не нужны особые условия. Они одинаково хорошо относятся к стрижке или отсутствию таковой. Из таких кустарников можно выделить дёрен белый, спирею, пузыреплодник и так далее. Вы можете выбрать обычные или пестролистные сорта. Многолетники, которые не требуют укрытия на зиму, такие как хосты, остильбы, лилейники, подойдут для нижнего яруса сада. Второе. Откажитесь от однолетников или сократите их количество. Цветники из однолетников, безусловно, очень красивы, но занимают гораздо больше времени, чем многолетники, из которых немало прекрасных растений. Третье. Газон. Планируйте очертания газона плавными линиями, без резких углов, чтобы газонокосилка удобно проходила по его контуру. Откажитесь от единичных деревьев и кустарников на газоне, потому что каждое из них придется обкашивать отдельно. Лучше объединить растения в группы, миксбордеры, и отделить от газона таким бордюром, на который можно наезжать колесом газонокосилки, чтобы не приходилось выстригать край газона вручную. В труднодоступных для газонокосилки местах лучше отказаться от газона и заменить это почвопокровными растениями. Четвертое. Мощение. Используйте мощение, которое легко моется из поливочного шланга, не накапливая мусор и грязь. Гравийные дорожки красивы, но с них неудобно убирать мусор и листву, которые, разлагаясь, дают пищу для семян сорных растений, прорастающих на дорожке. Садовую дорожку, проходящую через газон, приподнимите выше его уровня на несколько сантиметров. Это не будет мешать проходу газонокосилки, и вода после дождя будет уходить прямо с дорожки в землю. Пятое. Избавьтесь от прополки. Сорняки, конечно же, есть всегда, но лучший способ их избежать, это не допускать их появления. Подойдите к планированию сада осознанно, чтобы у вас оставалось меньше времени на уход за ним и больше времени на отдых. Посмотрите другие видео о декоративных деревьях и кустарниках с подборкой рекомендаций от экспертов на нашем канале. Ссылка в правом верхнем углу и в описании под видео. Поговорим про систему полива. Правильно установленная система полива сэкономит 30-50% времени от ухода за садом. Красивый газон, кстати, нужно поливать каждый день, если нет дождя. В идеале на участке нужно сделать автополив. Если устройство автополива не оправдано финансово, то нужно сделать правильную разводку труб по участку. В зоне огорода советуем вам сделать капельный полив. Эти затраты окупятся старицей, поверьте. Мульча. На участке не должно быть голой земли. Земля не терпит пустоты, а борьба с сорняками не входит в наши планы. Все площади под декоративными посадками и в цветниках необходимо замульчировать. Мульчировать лучше, предварительно закрыв почву геотекстилем. Огорода это, кстати, тоже касается. Главные секреты. Первое. Откажитесь в планировании и благоустройстве сада от дорожек, состоящих из отдельных плиток или рубленного ровными кругляшами бревна. Между ними постоянно вырастают сорняки, которые нужно убирать. Также откажитесь от высоких бордюров. С них трудно убирать обрезку сорной травы и опавшие листья. Повторюсь, если в саду имеется газон, то пешеходную дорожку необходимо сделать выше его уровня на несколько сантиметров. Такой принцип будет не мешать работе газонокосилки, да и вода после дождя будет уходить в почву. Дорожки в саду лучше сделать изначально бетонированными или асфальтированными. Тогда вы избежите прорастания сорняков сквозь дорожку. Второй секрет. Понятно, что за счет бетонирования большого количества дорожек в саду газонов избежать не удастся. И ухаживать за ними все равно придется. Газон требует подрезания травы и, конечно же, полива. Поэтому эти два момента сделайте максимально комфортными для себя. Газонокосилку рекомендуем покупать именно бензиновую, чтобы не таскать за собой по саду провода. И модель следует выбирать с травосборником, чтобы после газонокошения вам не приходилось еще и работать граблями. Ну а полив должен быть максимально комфортный. Капельный, с распылением, автоматический. Работу которого задает сам хозяин сада и встроенный микрокомпьютер-система. Самые жизнестойкие растения, да еще и со скидкой до 70% заказывайте, конечно же, в питомнике растений Эко-Плант. Телефоны на экране, ссылка в описании. Здравствуйте, я Андрей Мерозликин. Хочу поделиться с вами небольшой радостью. Я, как начинающий садовод-любитель, пришел к тому, что у меня тоже появилась возможность начать садить свой сад, ухаживать за цветами и садить деревья. И вот буквально в том году я посадил туи. Эти туи оказались, конечно, не самый лучший, как принято говорить, не самый лучший материал. Тяжело приживается, приходится обрезать, болеть. И я в этом году стал думать, к кому же обратиться, чтобы это было менее грустно. И вот, приехав в Эко-Плант, посадил в этом году замечательный туи. Мне кажется, разница видна даже невооруженным глазом, а для меня, как для молодого начинающего, очень важно благоустройство моего садового участка, чтобы это было в первую очередь красиво. И если покупаем какие-то крупноразмерное дерево, чтобы оно было без хороших материалов, чтобы оно было здоровым, чтобы оно имело возможность прижиться, ухаживать за мной и украшать мой сад, и чтобы мои дети, мои гости любоваться и говорили, а где ты такое взял? Я говорю, Эко-Плант. Третье. Для того, чтобы газон сильно не разрастался и вам не приходилось его часто косить, контролируйте внесение удобрений в почву и объемы полива. Сильное разрастание газона обеспечивают удобрения, содержащие азот. На них обратите особое внимание. Если у вас установлен автоматический режим полива газона в саду, вы будете избавлены от расчета, какой объем влаги нужен в различное время данного периода, чтобы не позволить зелени слишком быстро разрастаться. Ну и чтобы она не потеряла своего сочного зеленого, радующего глаза вида. Четвертое. На цветники, миксбордеры, на зеленые изгороди подбирайте растения, не требующие каждодневных утомительных забот. Именно такие участки сада впоследствии отнимают у садовода львиную долю времени. Возьмите на рассмотрение хвойные породы растений, морозостойкие и вечно зеленые. Также хорошо использовать почвопокровные, многолетние, засухоустойчивые и злаковые. Конечно, таких видов растений сотни, и перечислить все из них будет сложно. Вот мы и добрались до самого интересного – подбора ассортимента растений для посадок. Перечислим их по мере возрастания трудоемкости ухода. Первое – хвойные деревья. Второе – лиственные деревья. Третье – хвойные кустарники. Четвертое – лиственные кустарники. Пятое – многолетники. Шестое – однолетники. Надо понимать, что видовые растения всегда более устойчивы, а значит требуют минимум ухода. Сортовые растения должны быть подобраны по зоне зимостойкости и подходить под микроклимат вашего сада. Посмотрите, как ваши любимые звезды ухаживают за своими участками. Какие деревья высаживают, с какими трудностями сталкиваются. Ссылка в правом верхнем углу и в описании под видео. А сейчас поделимся списком растений, которые хорошо себя зарекомендовали, не требуют большого внимания и ухода. Возможности для создания неприхотливого сада существует масса. Вам только остается выбрать наиболее преимущественный и воплотить его в жизнь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы рассмотрели все «за» и «против» при создании малоуходного сада. Надеемся, что эта информация поможет вам определиться с выбором и получить прекрасные результаты. Ну а если мы не ответили на интересующий вас вопрос, обязательно задайте его в комментариях. Наши специалисты ответят каждому. С любовью и заботой о вашем саде, Софья и питомник растений «Экоплант». Я так хочу себе ель, хочу голубую, хочу себе две. Я так хочу себе тую по периметру посадить во дворе. Я знаю, где все это взять, чтобы с доставкой, чтобы с посадкой. Хочешь хоть вишневый сад, хочешь ландшафт с бонзаем и травкой. Скидки больше 90 до процентов, да все просто. Десять тысяч видов растений, все доставят, посадят за день. Вам на Киев Дима тоже подтверждает, они звезды, а мы вообще всем сажают. Всем сажают, всем сажают, все в «Экоплант» за новым урожаем.